Добрый день! Как живы и здоровы? Милостью Христовой мы живы и здоровы. Благодарим Бога. Принесли сюда слово Евангелие, потому что тут Содом и Гаморра. Тут блудят, что попало делают. Вы старовер? Из староверов мы, но мы православной церковь ходим. Да. Я почему говорю, ну, я-то уважаю всех традиций, народов, обычаев, веру я уважаю. Ну, вот когда смотрю, да, так вот фильмы про староверу, вот что-то с нашей верой сходится многое. Вот отношения, поведения, скажем так, поведения женщин, поведения мужчин. Ну, я имею в виду именно у староверов. Ну, да. А у них есть такая семейственность. Уважение к старшим. Они не сквернословят, бороды не бреют, соблюдают посты, намазы ваши, молятся. То есть, да, у нас разница самая большая в том, что мы верим по Евангелию, где написано, что Христос умер за нас, что Он любит нас и наши грехи понес на себе. Вот это самое главное. Остальное, это второстепенное. Как Горбачев... Горбачев говорил, говорит, а вообще мировые там ценности. Какие ценности? Духовность. Слова придумали. Верить в Бога. Написано, верующим в Сына Божий имеют жизнь вечную. Неверующим в Сына Божий не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Яна, 36 стих, 3 глава. Если мы смотрим, Христос прощается и говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Тут все ясно и четко. Поэтому мы несем слово Евангелие, чтобы люди верили в Бога. Иначе жизни-то нет никакой. Можно вопрос? Давайте. Вы вот с детства начали верить? Или какое-то определенное время или что-то у вас в жизни случилось, что вы скажем так? Ну, как сказать, что случилось? Вот у нас семья большая, 10 детей. Отец с войны пришел, руки вот так нету. А они с матерью полкласса не кончили. Но они в нас вложили страх Божий. Отец был очень строгий, очень строгий. И говорит, в карты не играйте и не воруйте, узнаю башку отшибу. А жили бедно-бедно. И больных детей никого не было. И отец с матерью никогда власти не ругали, мы не слышали. Но мать вложила в нас страх Божий, что Бог будет судить мир когда-то, когда мы умрем, а потом всеобщий суд будет и есть рай, и есть ад. А они научили нас не иметь дело с женщинами, пока ты не женишься, закона не будет. Я за всю жизнь не сказал матерка, мне 80 лет уже. Это боялись. Но больше я не знал ничего. Бог меня от этого хранил. И вот после армии, 23 года уже было, я попал в Латвию, а служил в морфлоте. И здесь я опять устроился на флот работать. То есть я сильный, смелый, я работаю, здоровье первоклассное, учусь в училище, добился разрешения сдать три курса за год по-английски, немецки или французски. И в это время мне Евангелие в руки попало. Евангелие. Вот полная книга, вот она у нас какая, как она называется? Библия. Библия. А у нас Куран называется. У меня есть и Куран. И вот я стал считать, и мне говорят, ты веришь? Я не знал ничего, что Евангелие. Слово не слышал, Библия не слышал. А до этого окончил строительный техникум, в органах МВД работал, прорабом, строго режимом лагеря. То есть у меня не какая-то там нужда, у меня деньги, у меня сила, у меня большая перспектива выехать за границу, работать, а в душе мира нет. И меня никто не может обмануть. Я знаю, я умру, я буду в одумщице. Я грешник. Какой? Я не пью, ни разу матерка не сказал, женщин не знаю. Кажется, по мерзким меркам я выхожу из-за этой рамки-то, а я за себя знаю. Я грешник. И вот, когда дали мне Евангелие читать, и я увидел, что Христос умер за меня, Христос понес мои грехи, и я покаялся в 23 года. И вот я, когда начал молиться, из колен, когда встал, я на себя гляжу, на того, мысленно, я другой совершенно. И только мы, на корабль я возвращаюсь, и первому матросу говорю, живем неправильно. Христос умер за нас, надо жить для Бога, видеть нуждающихся, помогать, трудиться. И вот у меня пошла там целая череда арестов. Я в пяти тюрьмах отбыл. Меня 26 лет крутили, и руки выворачивали, и в морозилке держали. Советская власть. Короче, вас видели бунтарем, да? Ну да. Так и назвали. Статья была бунтарь. Бунтарь. А я еще бунтарь. Я в церковь хожу. Я все признаю, но вижу, церковники все продают, то все за деньги. А этого нельзя делать. Это грех. Симония, смертный грех. Крестить надо в полное погружение. Они ладошкой мокрые, дай деньги. Этого нельзя делать. А я после этого ввел занятия в пяти университетах, в тринадцати школах, во всех отделах милиции, воинских частях и три радиопрограммы. У меня вот так загрузка была. И всем говорил, как надо жить во Христе. А на меня священники поднялись, на меня роликов в интернете, роликов 220 выставлено, которые против меня это искажают. Но у меня канал вот здесь вот, в нем 14500 наших роликов. Мы деревню строим православную. Я начальник детского лагеря был 45 лет. Православные мной созданы. Это с Богом. У нас хорошие отношения с мусульманами везде были. У меня вышло из печати 38 томов книг. Я решил их подарить библиотеке мира. Мы в Барнауле. А мы дошли до Владивостока. А потом дошли до Лиссабона. Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтику и Север. 650 городов посетили. Сел. Я везде дарил полный комплект. На 35 миллионов подарили. А у меня пенсия сейчас за 35 лет стажу. 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. Даже не хватает квартплату заплатить. Конечно, не хватает. Но я каждый день сытый и у меня все есть. Это Бог так делает. А почему? А я все раздал. У меня ничего нету. Вот представьте, я 18 лет веду занятия только в одном университете. А я в Питии и нигде ни копейки. 45 лет начальника детского лагеря ни я, никто не получили ни копейки. А государство только гнобило и давило нас. Тысячи детей подняли. Вы будете богатым. У нас в Ютубе называется канал «Во свете Библии». Если вы зайдете, вы оттуда не выйдете. 14 тысяч 500 роликов. У нас там. Вот по скайпу вы вздумайте, поговорите. Ну, допустим, вспомните. Вы можете мне любые вопросы задавать. У меня Игнатий Лапкин. Это запишите себе Игнатий Лапкин. И вы на меня сразу выйдете. Я один с этим именем, фамилии. Вам будет? Меня Артур звать. Вот. Вот можете записать. Игнатий Лапкин. Я запомню. Нет, вы не запомнили. Лапкин, да? Забудете. Не-не, он пишет, мальчик пишет. Ну, если мальчик пишет. Я к тому же сказал, что это с Богом. Без Бога еще бы я не делал. Мне это не надо. Жил бы там с внуками, да и все. А мы работаем. Игнатий Лапкин. Лапкин Игнатий. Игнатий. Да. Я одно скажу, в жизни я одно понял. И хорошее твое возвращается тебе, и твое плохое возвращается. Но если в человеке, какой бы он верен не был, если в человеке нету богобоязненной, например, это самый опасный человек. Да, да. Если у него богобоязненной нету, это опасный человек. Знаете что? Он на все способен. Я когда вернулся из заключения, последний раз уже вернулся я, помилование было в президиум Верховного Совета СССР. И потом уже реабилитация пришла. А суд у меня шел 11 лет. У меня конфисковали. Я создал большую-большую фонотеку, может быть, самую крупную в мире. Переводы разные делал там. И вот выиграл я процесс. Они должны были мне 11 миллиардов. Но счастье выиграли. А рассчитаться нечем. Вот я где сижу, два дома в центре города. Суд решил мне отдать городское имущество. Я хозяин здесь. И 13 сотых земли. С Богом. Будет Аллах вас хранить. Вот. Если бы без Бога, тут бы, ну, начало бы еще попало делать, там пить. Мы не пьем, у нас в рот мы не берем алкоголя никакого. Извините за вопрос. Вы женаты, да? Да это какая разница-то. У нас и женаты, и дети. Я имею в виду не в том смысле, женаты в каком этаже. Есть человек, который Богу отдан, себя отдал Богу. Вот, например, я скажу, он только благими делами, он не видит материальный интерес. А его нет, у меня нет ничего, у меня все подарено. Вот такой, я никогда не звоню, у меня нет сейчас водителя. Но я счастливый человек. Это в интернете меня называют самым счастливым. А я говорю, а как вы узнали, там мэр города сидят, обо мне судят. А вы, Игорь, делайте то, что вам нравится. О, я люблю это делать. Я поэтому спросил, там, женаты, семья, не семья. Да, у меня такая же жена. Она везде проповедует, везде Евангелие несет. Мне вот 10 июня, через 2 месяца, будет 80 лет. Дай Бог здоровья. Я еще ни одной таблетки не съел. У меня три голубятни. У вас сколько мальчику там? Это племянник мой. Сколько ему возраст? 13. Я ему сейчас покажу голубей, пусть подойдет. А он ушел, ушел он. Ушел? Ушел, ушел он. Давай сюда. Да, красота. Белый, да? Да, белый. Эх, какой козырек-то какой у него. Да. Видишь, какой? Да. Они бывают, улетают, обратно домой прилетают. Это у меня на улице голубятни. А то я в доме держу, чтобы ворковали. Я люблю очень голубей. А у нас тут большая статья была в губернской газете. У злого человека голуби не водятся. Я убежден, это так. Они будут держать свиней, кошек, собак, а голубей ни у кого нет. Голубь, это птица в виде голубя. Голубь прилетел, ною принес веточку масличный, когда потом был ноя. Дух святой сошел в виде голубя. Голубь мира. Да, вот именно голубь, а не курица. Вот. Вот если вам нужно будет поговорить по скайпу, вы только зайдите, Игнатий Лапкин, и вы меня сразу найдете. Хорошо. Да. Дай Бог вам здоровья. Спасибо, Христос, и того же вам желаю. С Богом. Увидимся еще, пообщаемся. Да, да, да.